В языке Python действительно важно закрывать файлы, однако от того момента, где мы файл открыли, до того момента, где мы должны были бы файл закрыть, могла бы произойти ошибка. Если ошибка действительно произошла, то интерпретатор мог просто не дойти до вызова метода close. Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, чтобы просто перестать писать метод close самим, мы можем использовать функцию open вместе с конструкцией with. Конструкция with выглядит очень просто. Мы сначала пишем ключевое слово with, и затем мы передаем именно тот файл object, который бы мы хотели использовать. Для этого мы можем указать as и имя, которое бы мы хотели использовать внутри нашего блока with. Такая конструкция гарантирует нам, что когда мы выйдем из блока with, вне зависимости от того, произошла там ошибка или исполнение кода прошло нормально, то интерпретатор закроет наш файл. Поэтому такая конструкция является рекомендованной для того, чтобы работать с файлами. Также внутри конструкции with мы можем открыть сразу несколько файлов. Для этого мы можем просто перечислить их через запятую. Давайте рядом с нашим уже открытым файлом f через запятую откроем еще один файл, который мы назовем testcopy.txt и откроем его на самом деле для записи. И назовем мы его v. А внутри нашего цикла for мы просто внутрь файла v запишем каждую линию из нашего файла f. Когда мы запустим данный код, у нас действительно создастся файл testcopy, который будет являться точной копией нашего файла test. Продолжение следует...